Привет! Сейчас я научу вас готовить самые вкусные в мире стейки. Шеф, который меня учил их готовить, он шутил, что мужчина, который пробует такие стейки, немедленно решает жениться на женщине, которая умеет так готовить, чтобы постоянно наслаждаться этим вкусом. Итак, в чем секрет? Для приготовления стейков нам понадобится говядина. Здесь у меня тонкий край, но, конечно, можно использовать вырезку, можно использовать антрикот. Это мясо дороже будет, чем вот это. Вырезка примерно в два раза дороже, чем тонкий край. Антрикот примерно на 30%. То есть, если вы будете готовить какое-то повседневное блюдо, лучше сэкономить и купить вот такое мясо. Я покажу, как его подготовить. Нам еще нужна будет сковорода. У меня гриль, но можно и без вот этих красивых ребрышек. Просто они сделают красивую такую решеточку. Если у вас гриль, конечно, используйте гриль. Сковорода очень тяжелая, чугунная, с толстым дном. Полотенце, разделочная доска, чуть-чуть водички, буквально капелька, масло растительное, бумажное полотенце, соль, перец, сливочное масло, чеснок, три зубчика, веточка розмарина, тарелка, фольга пищевая, пленка и молоточек для отбивания и щипцы для переворачивания мяса. Вот весь набор, который нам понадобится. Начнем с мяса. Вот у нас тонкий край. Я специально его покупаю для того, чтобы у меня получилось в одном таком кусочке мяса два блюда. Вот смотрите, косточку я аккуратненько срезаю. Вот она у меня пойдет, я приготовлю на ней какой-нибудь вкусный бульон. У меня остается кусочек мяса. В кусочке мяса вот здесь по бокам есть разные пленочки и прожилочки. Их обязательно нужно удалить и срезать, потому что если мы это не сделаем, то они под воздействием тепловой обработки сожмутся и, соответственно, наше мясо тоже будет более жестким и не такой красивой формы, как если бы мы их удалили. Поэтому аккуратненько удаляем. Очень важно, чтобы мясо, которое вы начинали готовить, было комнатной температуры. Если вы его сразу достанете из холодильника и начнете резать, оно потеряет часть своего сока, будет менее сочным. Вот у нас мясо мы удалили по бокам все такие пленочки, прожилочки, очистили. И теперь нам надо его слегка отбить. Зачем нам полотенце? Только для того, чтобы положить под разделочную доску, чтобы когда мы начнем сейчас молоточком стучать, оно у нас не будило соседей, скажем так. Покрываем мясо пищевой пленкой, потому что сейчас, когда я начну отбивать, будут мелкие кусочки и мяса, и брызги лететь во все стороны. Нам это совершенно не нужно. Для этого нам нужна вот эта пленка. Покрываем мясо и слегка отбиваем. Итак, мы отбили наше мясо. Сейчас нам понадобится бумажное полотенце. Для чего? Если мы будем жарить мясо слегка влажное, тогда оно начнет тушиться, а не жарится. И нам нужно бумажным полотенцем промокнуть весь излишек влаги. Видите, сколько на самом деле на мясе? Достаточно много влаги. С одной стороны и то же самое делаем со второй стороны. Мясо должно быть при жарке абсолютно сухим. Теперь мясо солим и с одной, и с другой стороны и перчим. Ставим нашу сковороду на максимальный огонь, на максимальную температуру, которая держит варочную поверхность. У меня это девятка. Ставим и ждем, пока она нагреется. Как понять, что сковорода нагрелась? Во-первых, мы увидим, если на сковороде есть масло, а нам нужно будет обязательно смазать сковороду маслом растительным, мы увидим, если она уже нагрелась, такой легкий дымок. Ну, это значит, что уже идеальное время для того, чтобы начинать жарить. Но я советую до этого момента не доводить, чтобы пошел легкий дымок, потому что масло уже достигло своей точки горения и, к сожалению, уже начинают выделяться вредные вещества. Лучше за несколько секунд до. Как определить? Во-первых, поднесите руку, вы почувствуете сильный жар уже здесь. Но если сомневаетесь, тест капелькой воды. Буквально маленькую капельку и сразу вашу... Маленькую-маленькую. Если зашкварчало и услышали такой звук, значит, все, можно жарить. Вот он у меня сейчас был. Мясо перед жаркой еще раз обмакиваем бумажными салфетками, чтобы не было ни капли лишней влаги. Вот видите, все равно она выступает, потому что мы продукт посолили, и она выступает. Вот мы от нее избавились. И сейчас на сковороду. Слышите? Вот правильный звук. И не трогаем мясо. Ставим на 2 минуты. 2 минуты. На восьмерку. Чуть-чуть я убавила огонь. Он еще очень сильный. 8 из 9. На 2 минуты сливочное масло и чесночок. Мы заранее подготовили веточку розмарина. В процессе жарки выделяются мясные соки и сливочное масло. И вот этими соками поливаем сверху наше жареное мясо, чтобы оно оставалось еще более вкусным и сочным. Прошло 2 минуты. Мясо мы не переворачиваем, но поворачиваем на решетке. Через 2 минуты переворачиваем. Смотрите, какая корочка образовалась на мясе правильная. Через 2 минуты опять поворачиваем. Прошло еще 2 минуты, и мясо мы снимаем с огня. Будет сейчас очень большой ошибкой его подать к столу, а тем более нарезать. Что нужно сделать с мясом? Мясо обязательно нужно дать отдохнуть. И запечатывайте его фольгой минут на 10. Продолжение следует...